Всем попро, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой посмотрим на ещё один мир, который умрёт из-за доброго бога. Вышло у нас, короче говоря, обновление на эту игру, обновление огромное, здесь столько много изменений, что этими обновлениями и изменениями в них утонуть можно, их очень много. Я создал, короче говоря, новый мир, теперь, чтоб ты понял, миры здесь даже создаются по-другому. Коробочный мир, что такое коробочный мир, подожди, мне интересно. Кайфово, я обожаю, когда все... А-а-а, я понял, я понял. Они, короче говоря, просто мир за стеной. То есть всё, что отличает от обычного мира, это просто мир за стеной. Лянь, какой мир красивый. Мы любим с тобой острова, на островах можно увидеть много всякого интересного. Блин, да посмотри! Во-первых, похоже на планету, реально. Реально похоже на планету, меня это очень радует. Во-вторых, ну ты посмотри, какое озеро. Сейчас отсюда раки вылезут, дельфины сюда приплывут, красота. Красотища! Да, у нас появились новые монстры. Чумной доктор, к примеру. Доверьтесь ей, она доктор в крутой маске. По-моему, этого раньше не было. У нас появилась биомасса. Она наблюдает за тобой. Вот она. Она начинает сразу вокруг создавать, короче говоря, сама себя. Это как зерги, короче. Это как зерги, они захватывают землю, они именно поглощают землю. Не знаю, будут ли они поглощать воду. Тут у нас с тобой еще появились новые законы. Да, прикинь, не только у нас законы появляются новые. Мы можем запретить рождаться детям. Мы можем, короче говоря, стать Китаем 10 лет назад. Сейчас вот это очень хорошо. Полезные ископаемые будут появляться в биомах. Посмотрим, что это будет. Здесь тоже какая-то бяка появилась. Я не знаю, что это такое. Ну, в общем, очень много всего нового. Очень много всего классного. Давай не будем долго. Псиськи мять. Что это такое? Блин, клево выглядит. Это какой-то волшебный, аметистовый. Так, смотри, останавливаем время. Создаем много людей. Достаточно. Рядом с людьми мы создадим дворфа. Вот тут как раз горы. Пусть дворфы рядом с гораем. Ну, как горы, одна маленькая гора. Ну, нормально, одна писечка горы. Им все равно будет достаточно. Дворфы неприхотливые. Им только грязь до воду подавать. До горы. Сюда создаем эльфов. Здесь, короче, эльфы. И здесь, прям через реку, будут жить орки. Они будут смотреть на длинноухих и думать, блядь, ненавижу длинноухих. Ну, и, собственно, я надеюсь, что это породит у них ненависть друг к другу, и они будут друг друга убивать. Здесь давай создадим парочку людей и парочку эльфов. Посмотрим, как они будут... А, нет, вот здесь мы создали разных людей. Лимонный какой-то остров. Смотри, тут лимонные люди живут. Они опасные, нет? Не, лимонные люди подходят к людям и говорят, а вы кто? Они говорят, а мы? Пизда вам. Так, смотри, у нас тут все разбегается. Эльфы побежали, побежали, побежали. Просто муравьишки побежали в разные стороны. Очень кайфово, сразу скажу. Здесь появляются теперь у нас с тобой иконки. Иконки показывают, что за раса владеет этим городом. Также у нас с тобой разная другая инфа есть. Еще, что очень важно. Это мне очень нравится. Мы можем теперь с тобой заходить в любого человека. Хм. И видеть, что он хочет. У него настроение такое себе, он честный. Ну, естественно, у него настроение такое себе, он честный. Ну, любимая еда, бургер. Не, ну, по крайней мере, честно. Жирный, значит. 19 лет, ну, понятно. Скорость атаки, военное дело. Они прокачиваются, кстати говоря. Не знаю, делали ли они это раньше, но они прокачиваются. И мы можем делать из них чертов. Ну, то есть, прокачивать у них черты. Здесь, как мы раньше с модом делали, а теперь мы точно так же можем делать, только здесь. Вот, хочет видеть мир в огне, к примеру. И чтобы некоторые ачивки у нас позволялись ставиться, нам нужно именно ачивки открывать. Допустим, открыть эту черту, получите достижение мини-торнадо. То есть, чем больше ты открываешь ачивок, тем больше ты можешь чертов создавать. Давай вот, допустим, он у нас будет честный. Но пироман хочет видеть мир в огне. Кто-то изменил его навсегда. Он сделал костер. Ну, правильно, справедливо. Так, хорошо. Что у нас в мире на данный момент происходит? Люди начинают развиваться. Ну, конечно, люди побежали сюда. Дворфы прибежали сюда! Дворфы отсюда собрались, все свои шоблы-ёблы, пошли сюда, чтобы начистить лицо одному единственному Сарудэму, который ничего не умеет. У него нейтральное настроение. У него любимая еда ягоды. Твоя любимая еда сейчас будет пизделя. Просто все деревни пришли его мудохать. И здесь построили себе... Просто построили себе деревню. Не, ну, в принципе, понятно. Здесь она саметистовая эта территория. Орки очень рядом с эльфами. И, походу, эльфам уже нападали. Слушай, дворфы распространились здесь. Люди у нас пока что, как какие-то стесняшки, знаешь, скромняшки. Они здесь распространились, но они пока никуда не уходят. А вот орки просто везде разошлись. Люди здесь объединились. Чё они тут с лимончиками? С лимончиками они дружат, уже строят свою верфь. Эльфам, остроухим нашим товарищам. Ну и сейчас, ну, люля-кебаб из них сделают, короче говоря, потому что орки здесь, орки здесь, орки тут, орки там. Короче, куда ни плюнь, попадешь в орку, он вылезет на тебя, скажет, о, блядь, тебя на завод позовет, то после этого на топор тебя насадят. Короче говоря, ничего приятного не произойдет. Люди не крайне неприятные, потому что они орки. Наш мир назвался. Вот он, культ пельменей. У нас бородатые женщины. Это просто бородатые женщины. Ну, как бы, вот они, бородатые женщины. Они обычные, они спокойные, они нормальные. Ну, просто бородатые. Что ты им скажешь? Империя пельменей. Тут у нас с тобой возник первый конфликт. Культ пельменей против империи пельменей. Что же в результате будет правильнее? Не знаю. Тут бегает собака и говорит гав. Подстилка, потому что она под империей пельменей. Ну, такие себе Иванчики. Большие Иванчики и маленькие Иванчики. Посмотрим, кто из них окажется правее. Ракдот. Ну, это рак, короче говоря. Опасно, его надо вырезать. Неудачники, потому что все убрили, они остались. Не повезло им. Шиза, Пипяка, Плоскостопие, Тюлень, Ваг и Изгои. Ну, неприятные ребята. Поэтому их все выгнали из себя. Вот так вот. Посмотрим, чему приведет вся эта история наша. У-у-у. Культура. Посмотреть культуру. Производство оружия. Пока что они потихонечку просто развиваются. Это королевство красивое. Оно красится. Но пока, я бы сказал, все прям поделены. Видишь, никто не хочет ни с кем объединяться. Культ пельменей не приостановился. Не знаю, видимо, вместо того, чтобы множиться, они все вместе просто копают руду. Я шахтер работаю три дня. Не буду я ебать ваших бородатых женщин. Говорят они, поэтому они не плодятся. А вот пипяка и неудачники так не тратят время. Пипяка исполняет вполне подходящее своему имени и плодится быстрее, чем шиза. Тюлень, кстати говоря, показывает хорошие, успешные такие навыки расположения. Мне, я предвижу, что в скором времени будет война между ваг, тюленем, плоскостопием и шизой. Потому что они должны решить, кто из них самый большой орк. А ты прям сейчас в комментах напиши, как ты думаешь, кто из них победит. Проверим твои экстрасенсорные способности. Большие маленькие иванчики, но такие иванчики должны тоже как-нибудь свои конфликты урегулировать. Ну такие иванчики похоже самые крысы. Создаваем лягушку, Натя, лягушку. Забавный факт, лягушка и жуков, класс. Смотри, неудачники решили не соответствовать своему имени и собрать себе небольшую кучку я вам за это жабу дам. Пипяка тоже организовала, Натя, держите жабу. Тюлень, кстати говоря, видимо, тюлень решил повоевать с морем, поэтому его армия просто стоит и смотрит на закат, на красивый закат в красивом море. Возможно, они смотрят на эту лодку, которая там плавает и думают, бля, хотел бы я быть лодочником, а я всего лишь какой-то солдат. У ВАГ есть тоже армия, она тем же самым занимается, тоже смотрит на море, возможно, они пытаются догадаться, а что там? Стоп! Да, я доволен. Начинается. Шиза начала войну с плоскостопием. Вот эти два королевства начали войну друг с другом. И в данный момент они захватывают друг у друга города. В данный момент они захватывают друг у друга города и ЗОГАБ захватывает ЗОНАС. Отлетает королевство. Прикинь, плоскостопие мгновенно захватило, мгновенно захватило новое поселение. С неудачниками происходит война, неудачники напали на РАК. Нет, РАК напал на неудачников, Ну, блядь, они вполне себе подходят По своему названию, на самом деле Поэтому неудачники сейчас отлетают Остают всего лишь три неудачника Два неудачника Один неудачник Два неудачника дерутся, как и вы Они кричат Не сдамся А, скорее всего, один неудачник просто плавает в это время Да, это, наверное, муж с женой В данный момент плавает, рыбачит И они не знают, что у них королевство Уже захватили за это время Рак захватил их королевство Тюлень начинает войну с плоскостопием Да? Тюлень начинает войну с плоскостопием Плоскостопие начинает войну со всеми Плоскостопие начинает войну с раком и с тюленем Ну, как я тебе и говорил, начинается здесь потасовка Так, культ пельменей у нас вполне хороший Изгои, ну, они... Они в Африке изгои В принципе, это и есть Африка специально для них Они лимонами давятся и помирают А ну-ка, подожди, подожди, подожди Давай культуру посмотрим Домы, острое оружие и меч А у тюленя Острое оружие, топоры и меч Ну, одно и то же Но тюленей меньше Но зато тюлень объединился с раком Два неудачника, где они? Два неудачника живы? Тут парни в соседней деревне стоят Ждут, чтобы их нагрелил из печь Поджарить, зажарить этих ребят Но не получается Пока что... Опа, 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 опа Ехать, вот это поворот Тюлени прошли вот сюда И захватили вот эту точку Плоскостопия потратила все свои войска Пока воевала с Шизой Поэтому у них никого не осталось Поэтому у них осталось всего лишь Три задрипанных, забитых, усталых воина А у тюленя уже два... Две армии Я был уверен, что сейчас на самом деле Плоскостопия победит Но Плоскостопия проигрывает Плоскостопия совершает отчаянную вылазку Обойти Но нет, передумывает Потому что не такие они тупые Они не хотят напасть Тут ребята тупо собрались Стоят, смотрят на эту ферму Стоят, смотрят на эту... Поехали, поехала заруба Заруба началась Заруба также и закончилась Ненадолго они решили повоевать Они немножечко подубасились Подубасились Потом решили Нет, драться не будем А, они перестали драться Потому что тюлень захватил всех Тюлень захватил плоскостопия и Шизу Тюлень вообще никому не дает Тюлень резко решил захватить всю вселенную Всю планету Они пришли всей деревней сюда Чтобы резко поговорить с Пипякой Просто поговорить На единственном языке понятный Пипякой Меня Пипяка понимает язык боли Поэтому они пришли с топорами Отрезали Пипяки Все, что можно отрезать А Пипяка исполняет свою старую добрую тему Это просто лодка Лодка, которая опять же плавает И не приходит к себе на территорию Чтобы ее не убили Но я рано или поздно убью Потому что тюлень так просто не сдается У тюленя как-то слишком все хорошо Держите пингвина За то, что вы молодцы Держите чумного доктора Давай посмотрим, что делает чумного доктора Чумный доктор просто как старый дед Как старый недовольный дед Ой, блин И начинает пытаться сломать им Просто он по избушке подубасил Его сразу Его сразу сельские просто замухохали Ну тюлень проходит просто победной Победной походкой проходит Виляя бедрами и топором в лицо Заходя ко всем, кто недоволен Империя Оп-оп-оп-оп-оп Пропустили начало Малые ванчики решили разобраться С большими ванчиками Кто же из них, сука, самый настоящий ванчик Большие ванчики Так, в данный момент маленькие ванчики побеждают Они забегают на территорию Хотят посмотреть на избушку Заходят в избушку Говорят Вы, лохи, сосете Наша деревня лучше И, в принципе, оказываются правы Потому что они захватывают полностью деревню Теперь маленькие ванчики имеют территорию побольше Но зато их мало Но, в принципе, они начинают довольно быстро платиться И это их не расстраивает Подстилка Все еще подстилка Рак умирает Да-да-да-да-да Ну, такие ванчики поняли Откуда им грозит опасность Они, видишь, все войска переводят сюда К этой избушке Они притворяются Будто бы просто смотрят на море Будто бы просто смотрят на эту рыбацкую лодку Но мы-то понимаем Что они готовятся против малых ванчиков Но боюсь, у них не будет шанса, если честно Потому что малых ванчиков 102 У них просто много мяса А малых ванчиков много Но малые ванчики подходят сюда Все, они подходят к границам И малые ванчики тоже подходят к границам Блин, какой интеллект здесь классный Блин, я бы очень хотел, чтобы сейчас культ пельменей И империя пельменей Заключили перемирие с такими ванчиками Чтобы напасть на малых ванчиков Потому что малые ванчики сейчас так-то серьезные Я думаю, время дать всем еды Курочка-ко-ко-ко Изгои жрите Всем куриц У вас нет яиц Теперь есть Снеговик считает себя шашвычком Что? О, два Не, ну это вообще Давай от демона просто Пыхтит и дымится Вообще сельские жесткие Сельские жесткие, ты видел? Они демона замудохали просто своими фермерскими причиндалами Просто ему болтом по лицу и он погиб Так, надо... Опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Что тут драка начинается? Нет Это, кстати, не я сделал Так, время дождей Синоптики обещают, что дожди будут недолго Но синоптики не знают нихера Так что думаю, что дождей будет много Начинается зима Внезапно Тара-тай, тара-тай Тара-тара-тай Тара-тара-тара-тай Тара-тара-тай Эй, давайте Давайте Убейте вы друг друга Я хочу увидеть кровь Я хочу, чтобы вы Поубивали все друг друга Смотри, тут два Две армии стоят Просто перекрикиваются Сосать! И другой такой Нет, ты сосать! За зимой приходит Новый Год, правильно? Хо-хо-хоу! С Новым Годом! С Новым Счастьем! Видимо, на Новый Год у них какие-то жесткие вообще выступления были Потому что в данный момент Мы только что видели, как одно королевство поделилось на два На жижу и тюленя Видимо, Новый Год у них такой В Новый Год! Время перемен! Я ненавижу тебя, ебаный король! И устроили, собственно, восстание Ой, вот это здесь мясо! Просто жесткое мясо происходит Причем жижа, кстати говоря, неплохо так дерется Она нападает сразу в двух направлений Потому что у них сразу Большая территория И жижа! Жижа устроила переворот Жижа устроила переворот И теперь тюлень Вместо того, чтобы иметь всю эту территорию Имеет вот эту территорию А в результате имеют тюленя Слушай, вот это такой себе подарочек На Новый Год, на самом деле Два фермера и конь инвалид Это все, что у них осталось Армия готовится Армия готовится Мы уже видим ее надежды Мы уже видим ее мышление Она идет к тюленю разбираться здесь Они говорят Ну-ка, шо вы там сказали? Жижа не имеет никакого шанса на жизнь Я вам сейчас дам Говорит жижа И, собственно, тюлень теперь подчинен Вот так вот Жижа делает шаг конем И захватывает все королевство Будь аккуратнее с народом Народ-то может дать тебе пиздюлей И сейчас у них, наверное, здесь тусовка огромная Не знаю, будет ли жижа драться с раком Как там у них со сраком Так, смотри Малые ванчики Вот пока что малые ванчики Ну такие ванчики Они прям вот Друг другу Глотка в глотку смотрят Но малые ванчики, кстати, не планируют воевать Обрати внимание Малые ванчики здесь Просто всю свою армию тратят На то, чтобы здесь красить газон Вот А в это время Ну такие себе ванчики Здесь какие-то Блядки устраивают Танцуют на одном месте Просто лужайку притаптывают И устраивают там дикий рейв Изгои Ну это изгои Что ты с них возьмешь? Им холодно, им грустно, им печально Бородатые женщины Вот это важно Что умеют бородатые женщины? Ого Это, я считаю Победа феминизма В данном случае Так-то бородатые женщины умеют Гораздо больше, чем все остальное Культ пельменей что умеет? Культ пельменей умеет Примерно то же самое Только производство брони еще А что империя? Империя что имеет? Империя почти как бородатые женщины Ну конечно У них король 89 лет Обосраться Так, кто у вас король? Ну-ка Мудрый Кровожадный Пирамад Это тот парень, которого мы скорее всего дали Отмеченный богом Честным, давай сделаем его Все, я сделал вашего короля честным Армия, кстати говоря, у них слабая Империя пельменей довольно добрая, судя по всему Хорошо, хорошо А это кто? Ваг? Что? Подожди, что? Как это произошло? Ваг умудрился каким-то образом отсюда захватить город здесь Это как такая колбаса вообще приключилась? Как это вот? Ладно Хорошо Окей, не понял Не понял, ну ладно Культ пельменей, похоже, тощит зуб на бородатых женщин Скорее всего они завидуют бородатым женщинам, потому что борода у них больше, чем у них Потому что, как мы знаем, у дворфов борода это показатель мужественности Довольно печально, когда женщина из соседнего села гораздо более мужественная, чем ты Да как-то скучно, если вы сейчас войну не начнете, я вам, не знаю, бомбу на вас уроню Изгои начали воевать друг с другом Нет, ничего себе, подожди, в смысле? Это вот это вот я сейчас не ожидал Демоны Демоны открыли портал Ну Изгои настолько всем не нравятся, что демоны тупо появились здесь, на этом маленьком колочке земли Чтобы дать пиздюлей просто изгоям Я уверен, оттуда из портала вылез сам дьявол Такой, сука, бесите меня Даже меня вы раздражаете Ну и кинул на них своих приспешников Ля-ля-ля-ля-ля Культ пельменей у нас самая военная сейчас армия, я бы сказал Потому что у культа пельменей вообще нету фермеров У них вообще нету фермеров У них, наверное, один конь инвалид И то фермер А тут демоны захватили Не, ну изгои никому не нравились Начинается война! Началась война, походу, между Раком Подожди, 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 подожди Война между Жижей и всеми троими Рак, Вак и Рак Дот соединились против Жижи Они решили устроить с ними войну одновременно Но сейчас вообще ничего не получается Сейчас вообще ничего не получается Потому что Жижа сразу одной атакой захватывает этот архипелаг Потом выдвигается дальше В это время Вак совершает альтернативную атаку сзади И захватывает у них маленькое поселение Жижа не готова к такому повороту событий Одна часть войск пробегает мимо по побережью Но получает пиздюлей, потому что какой-то рандомный фермер увидел их Приходит маленькая армия для того, чтобы здесь устроить битву на ферме И это получается, но... Прикинь, Вак захватил эту территорию! Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Я благословляю Вак... Нет, стоп, не будем! Не будем, не будем! Вак сейчас захватывает эту территорию! Ты можешь в это поверить! Вак, пока происходила битва здесь, послал войска сюда и захватил столицу Столицу Жижи! Но здесь маленькие войска идут тоже на столицу Вакха Они готовы к тому, что нихуя ни к чему никогда никто не готов Но Вак готов даже к этому! Их подготавливали с самого детства Они с рождения из матери брали топор Они рождались, они вылезали из матери сразу с ножом И они говорили, мы захватим этот мир Вак держался и ждал Он выжидал, он как лев, он как пантера! Он захватил еще одну территорию, он захватил уже почти всю территорию И все войска, которые у него есть, приходят к Жижи! В данный момент они начинают захватывать эту территорию Маленький архипелаг, который захватил у них Жижа! И уже, пока что здесь, кстати говоря, они отбиваются Жижа отбивается от первой атаки Но вот это здесь просто деревня на деревню! Вот это да! Жижа уничтожена! Нет, Жижа отбивается! Жижа отбилась! Жижа вернула себе эту территорию! Уже сгорают! Уже тактика пошла о выжженной земли Потому что эти помещения сгорают, эти поселения сгорают Основная армия этих вакхов здесь Здесь захвачена территория Здесь начала захватываться территория вакхов В это время пока что рак был захвачен тюленем А Жижей? И теперь Жижа здесь Жижа нападает и пытается отбить свою столицу Получится ли у них это сделать? Я не знаю Но пока что они, в принципе, довольно уверенно дерутся Всего лишь пока что три человека, но они захватывают столицу! Они захватывают столицу! Это позволяет им добавить новую армию Что касательно этой армии, которая сзади Армия сзади приходит У них не получается У них не получается И они переворачивают игру Они переворачивают просто всю войну Жижа Маленькая атака Маленькая диверсионная атака Отбивает и возвращает к себе всю эту территорию Возвращает себе столицу! В это время маленькие ванчики дерутся Ну такими себе ванчиками Но, бля, слишком много Здесь маленькие ванчики Но такие ванчики, кстати говоря, нормально отбиваются Вак сделал невероятность Смогут ли они отбить свою теперь столицу? Война перевернулась просто за пару секунд Здесь, кстати говоря, тоже кто-то строится Я не понимаю, кто здесь Какой-то король ходит Непонятно Так, у нас здесь такие ванчики дерутся С мамой ванчиками Пока что у них небольшое топостроение Так, Вак здесь устраивает замес И отбивает свою эту атаку Вак отбился Новая армия идет Новая армия жижи выдвигается потихонечку Проходит через все тернии столицы Дернистые долины Значит, здесь у нас новая попытка Они встречаются в чистом поле Разбираются Почему-то люди загорают Скорее всего от трения Не знаю, кто побеждает Не знаю, кто побеждает Но мне кажется, что побеждают Потихоньку жижа Жижа победила Но в это время рак Рак устроил восстание Рак устроил восстание И захватил это Здесь перевернул Здесь устроил вос... Блять, восстание! Короче, что ты меня спрашиваешь? Восстание, восстание! Здесь почему-то армия, кстати говоря Одна вакха осталась Один человек от вакха остался Рак потерпел поражение У них осталась маленькая здесь провинция Но это много не дает Но они пытаются вернуть себе Вот эти пограничные территории Они возвращают пограничные территории Теперь у жижи новая проблема И эта новая проблема Это рак Они только что справились вакхом Но этого оказалось недостаточно Но такие ванчики, кстати говоря Походу заключили перемирие Да, но такие ванчики заключили перемирие Так, что у нас здесь? Значит, жижи теперь пытаются разобраться с раком Здесь у нас начинается война Весь мир, просто мировая война Началась какая-то резкая Ооо, ну такие ванчики устроили здесь Войну со всеми сразу Империя пельменей воюет С подстилкой С культом пельменей Подстилка решила не терпеть И подстилка решила устроить войну с империей Получится ли у них, не знаю Бородатые женщины воюют с жижей Вы-то, блять, каким раком вообще здесь? Не знаю, но каким-то раком Бородатым женщинам жижа не понравилась Возможно, у них это с детства Возможно, король бородатых женщин Чуть не умер в воде Так, ну такие ванчики воюют с малыми ванчиками Похоже, проигрывают Поражение принимают такие ванчики целиком Теперь малые ванчики Это самые большие ванчики Рак оказывается почти что уничтожен жижей Кто бы мог подумать Жижа оказывается лечением от рака Здорово! Это что такое? Культ пельменей Культ пельменей сюда перешел Они нашли здесь жижу Ой, тьфу ты Жилу И там построились Подстилка захватила империю Малые ванчики Итак Спустя очередной раздел территории Жижа здесь Культ пельменей здесь Бородатые женщины Они вообще нигде не участвуют Бородатые женщины просто Не знаю, тусят Флексят И не имеют проблем Ну и правильно Не имеешь проблем Не имеют тебя Хотя не знаю Бородатые женщины Может этого и хотят Подстилка здесь Она выполняет свою роль Но внезапно Подстилка улетела Из-под ног империи пельменей И была захвачена Империя пельменей Малые ванчики Вопреки своему названию Показывают Что малые да удалые И побеждают Больших И ну таких себе Жижа Доказала Доказала свою правоту Хотя Вак Конечно Очень Очень достойную победу Сделал Я на самом деле Хотел бы сказать Вак Родные Я считаю вас Самыми лучшими Вы победители В моей душе А теперь парни У меня к вам вопрос Как вы думаете Прямо сейчас в комментах напиши Кто победит Жижа Которая пока что Доказала свое место И свою роль И свою ценность Бородатой женщиной Может быть ты веришь в них Потому что Пока что они ведут себя Довольно адекватно Они не устраивают Глупых битв Они понимают что Ну а нахуй нам Вот эта херня Они просто качаются В принципе Женщины обычно делают Я думаю Я не знаю Я с ними не общаюсь Малые ванчики Значит Может быть по твоему Победят Потому что малые ванчики Только что показали Что Я могу залезть в любую щель И мой меч может залезть В любую щель К примеру в твою В твоем черепе Подстилка Может быть Или культ пельменей Я лично за культ пельменей Потому что культ пельменей На мой взгляд Совершает Самое правильное решение Культ пельменей Пока что не участвовал Ни в одной войне В которой они проиграли Это не я сделал Короля кинуло Торнадо подкидывает короля Король летает Не знаю Хотел ли он этого Возможно для него Это какая-то веселуха туса Но Пока что да Вак был настолько крут Что их брутальность И крутость Создала целый новый материк Целый новый материк Здесь Вак Организовали себе При помощи своей веры Своей силы Своей стойкости духа Их стойкость духа Настолько велика Что она подняла Континент из воды Парочка Просто вакхапсов Уплыли отсюда Пока здесь происходила бойня Потому что Они были достаточно умны Забыслие Вы захватываете культ пельменей Тут происходит просто невероятное Бородатые женщины Решили захватить культ пельменей И подстилка Воюет с малыми иванчиками Не знаю Чего и малые иванчики Имеют против подстилки Но начинается здесь Жесткая битва А король Все еще просто летает И был вообще-то Все досрать Бородатые женщины Победили культ пельменей Конец ли это Конец ли это Для культа пельменей Не знаю Но сейчас Подстилка Устраивает Жесткую бойню Малым иванчикам Здесь на границе Они кидаются Друг друга камнями И плюются на друг друга И злобно смотрят Это позволяет им убивать Бородатые женщины Решили Что подстилка Не заслуживает жизни Они решили Что вообще никто По-моему Да Бородатые женщины Решили Что подстилка Это кусок Который заслуживает Бородатые женщины И пока здесь идет война Бородатые женщины Нападают сюда Если ты верил Бородатых женщин Пока что возможно Ты даже очень даже прав Бородатые женщины Здесь прямо с качалки Накачанные тестостероном Приходят сюда Ломают пару зданий И считают Что это, в общем-то, заебись, это богоугодно Возможно, я не знаю, какие они религиозные или нет Возможно, они верят в качалку Возможно, они верят в себя Но, кстати говоря, они отходят Когда сюда подходит подстилка, они отходят Нет, они отходят ненадолго Они возвращаются сюда с новой силой, чтобы Постоять в лесу и посмотреть на сожжённые здания Они, наверное, делятся друг с другом историями Формата типа А помнишь, как я сожгла эту избу? Да, помню, пизда-то, Василиса Но бородатые женщины делают правильные движения С кем воюет Жижа? Стоп Жижа воюет С клан, с аргентопом Здесь в Жижи снова какие-то недовольства Слушай, у Жижи, походу, плохой король Потому что постоянно у них люди пытаются отделиться от них Так, что тут у нас? Здесь вообще не очень понятная история, если честно происходит Я ничего не понимаю просто, что там делают бородатые женщины Они просто стоят Ну, я не знаю, они маникюром своим делятся, наверное Они просто постояли-постояли Ну, типа, для массовки и ушли Не, ну, они поняли, скорее всего, что подстилка будет уничтожена малыми иванчиками Поэтому решила не страдать фигней И, в принципе, сварить Пока что малые иванчики, кстати говоря, на удивление поражение принимают Бородатые женщины так просто не прощают Одна бородатая женщина пошла Она говорит, ща я вам Она быстрая, она шахтер Она пошла использовать свои шахтерские навыки Для того, чтобы прокопать Ебала врагу Она мудрая, много чего повидала И она честная Она честно говорит себе, что, скорее всего, я помру Но это ее не останавливает Она вбегает прямо на территорию За ней приходят ее подруги Они здесь С тобой толпой играют мышцами Показывают свои мужскалы Показывают свою бороду И, походу, подстилку В общем-то, разбирают Да, они разбирают подстилку по камушкам Ну, или по, не знаю, по лоскуткам Я не знаю, из чего подстилка там это состоит Но они ломают здание Причем, смотри Основная толпа стоит здесь, смотрит на Боря Видимо, у них внезапно какое-то желание А остальная толпа пошла ломать Все, подстилка захвачена Стоп Но нашим бородатым женщинам этого мало Бородатые женщины такой херни не терпят Они пошли воевать с Жижей Как? У Жижи 300 человек Ты кто? Кто это? Малые Иванчики Смотри Малые Иванчики почему-то здесь На территории бородатых женщин Не знаю, как это работает Так, тут у Вакха, походу, проблемы Или нет? Не знаю, почему-то кто-то здесь умирает постоянно Ладно Давай промежуточные этапы Если ты, как и я, верил в культ переменей Напрасно Если ты верил в подстилку Нет, не будет такого Малые Иванчики Бородатые Иванчики Жижа Ивак Ну и дузузуз Окей Здесь Какого хера Произошло? К бородатым женщинам Резко высадился И мы прямо с тобой Это видели Огромный Огроменный Просто громаднейший Десантоводного Виде вы Напали сюда Чтобы быстро захватить территорию Они решили устроить Маленькие брескрики Женщины Не понимают У них нет телефона Проебали Где-то в лотерее Не могут созвониться И сказать о том Что нас захватывают Нам убивают Все Их убили Женщину убили А женщины все еще стоят Я не знаю Возможно здесь курорт для них Кебать За одну секунду За одну секунду Бородатые женщины Превратились из Большой достаточно силы В кусок Кала Который Выкинул из себя Жижа Потому что она просто Его уничтожила Мгновенно Она счастливая Ну конечно У нее любимая еда Эль Подожди Рыба Не ну как бы Ну по крайней мере Она счастлива Малых Иванчиках Она счастлива Окей Ладно Окей У Жижи опять Произошло расторжение Вакх вернулся Вакх здесь Сделал сиквел Вакх 2 Теперь ты не можешь Сказать что Вакх был недостаточно Хорош Потому что есть Вакх 2 Кто это такие Почему они другого цвета Вакх 2 организовался И сразу заключил мир Жижей Гениально Просто генитально Так У нас в это время Вакх здесь потихонечку Устраивают Веселые вечеринки С демонами походу Да Да Они с демонами Устраивают веселые вечеринки Не знаю откуда здесь Постоянно берутся демоны Возможно здесь где-то у них Инкубатор Демонский Возможно какая-то Демонская бабаша Постоянно выплевывает Из себя очередного демона Малые ванчики Кстати говоря Начинали расширяться Потихонечку Они начинают Расходиться В ширину И остаются Две самые большие силы Малые ванчики И жижа Остаются Вакхи Но На данный момент Я бы не ставил На них свои деньги Если честно Хотя кто знает Малые ванчики Резко уменьшились Что произошло Малых ванчиков Только что было 200 И теперь стало 172 Почему малые ванчики Уменьшаются Подожди Что происходит Количество малых ванчиков Падает С кем они дерутся С крабом Ну походу Охуенно сильный краб Попался Потому что он убил 30 человек Так опять торнадо Снова торнадо Малых ванчиков кидает Потому что Ну ахуили нам Как говорится Торнадо Вдруг Ожили деревья Та-да-да-да-дам Ожили деревья Деревья нападают А они говорят Я дерево Я ненавижу людей И орков Всех в общем-то Ненавижу Короче Деревья Которые Презирают Живую жизнь Ну как бы Жижа говорит С деревьями Мы разбираемся Уже давно Поэтому они их порубили И сказали Ооо Живые Эти бревна Круто Вакх решил Разобраться Наконец Вот с этим Жалким подобием С этими дешевками С этими игрушками Они их в принципе Победили Вакх теперь Полностью захватил Свой архипелаг Малые ванчики Кстати говоря Полодятся Тоже будь здоров Видимо Гора их возбуждает Поэтому они устраивают Адские пьянки И увеличение Своей численности На Прилетело Внезапно На Прилетело Еще раз Это что началось Небольшой дождичек В четверг Нормально так Знаете что Я думаю Что пора Нам устроить Держите овечку Держите овечку Держите овечку Держите овечку На Еще раз Это не я за меня Так Даю всем овечку Вдохновение Злого Все Драться Поехали Вакх начал Войну с Вакхом Здесь начинаются Уже переходы войск Здесь в данный момент Малые ванчики На границе Воюют Здесь где раньше Был культ пельменей Мгновенное Глобальное Перемещение людей Начинается Туда сюда Адские пляски С ножами С ножами В лицах Вакх помер Мгновенно Неожидаемо В принципе Здесь Куда-то они пошли Все сажаются На корабль Куда они поплывут Куда поплывет корабль Куда поплыл этот корабль Корабль поплыл Корабль поплыл Корабль поплыл Вакх Нет корабль поплыл В малые ванчики Посаживаются снова Их старая добрая Излюбленная тактика Которой они в принципе Справились в прошлый раз С бородатыми женщинами Войска здесь Войска основные здесь Вот они Они смотрят на костер. Они говорят, ебать, какой огонь привлекательный. А в это время огонь привлекательный горит у них дома. А горит очаг. Умерла какая-то королевство женщина в мать. Здесь продолжается война. Продолжается серьезно. Хули вы стоите? Родители и матери в королевстве говорят, что где же наши защитники? Где же наши армии? И пока что, кстати говоря, отбиваются просто своими силами. Войска все еще стоят здесь и думают. Думают о чем-то. Непонятно о чем. На Вакхе тоже начинаются битвы. На Вакх просто рандомные залеталы приходят. Пока что ничего серьезного. Здесь войска все еще стоят и смотрят. Они говорят, а ты знаешь, что происходит на небе? Ты знаешь, о чем говорят на небе? На небе все говорят только о море. Говорят они. Они говорят, возможно когда-нибудь однажды мы отправимся туда. Но не сегодня. Говорят им в королевстве. Не сегодня. Жижа просто везде, заметь. Жижа везде. Реально. Здесь жижу нападать пытается кто-то, но это ничего не дает. Чего вы здесь втуплились? Ну конечно, интеллект здесь хороший, но не до конца все же интеллектуальный. Так. Малые ванчики пока что отбились. Пока что они отвоевали свой архипелаг. Это стоило им огромных потерь. Многие матери, к сожалению, останутся одни, но они все равно празднуют день победы. Они все равно говорят, что мы заслужили свою жизнь. И они действительно заслужили. Ты не можешь с этим спорить. Это еще не конец. Продолжаем войну. Продолжаем войну. Ладно, хорошо. Все начинают войну. Малые ванчики своих уже закаленных бойцов, закаленных в войне, закаленных в битвах, благословленных. Нападают. И побеждают. Малые ванчики довольно большими потерями, но они захватывают эту территорию и отбиваются. Одна бородатая женщина вдруг осознала себя. Бородатая женщина. Вот она. Здесь. На малых ванчиков плывет корабль. О нет. А, нет, подожди, это. Это десант! Это просто ребята, которые каким-то образом сюда пришли. Армия малых ванчиков была разбита здесь. И причем, что происходит у Жижи? У Жижи там бесконечные продолжаются восстания. Я не знаю, кто у вас король? Что у вас за курица на короле? Он гений, блядь. Он гений. Гений в возможностях своей смерти. У них постоянно восстания. Какие-то синяки здесь образовались. А, это клан вот этот вот. Судя по всему, ВАК при помощи своих дипломатических навыков постоянно устраивает здесь восстания. Бунты бесконечны. И это позволяет малым ванчикам выживать, потому что у Жижи нет возможности прислать сюда войска. Малые ванчики умудряются проигрывать. Умудряются проигрывать здесь маленькой армии. Маленьким, я бы сказал, даже отрядом разведывательным, которые были призваны Жижей. Но, пока здесь были разведывательные отряды, здесь ВАК при помощи дипломатических своих атак устроила бунт. На ВАК кто-то напал. Жижа захватила ВАК. ВАК до сюда добрались, прикинь. Происходит битва на побережье, но ВАК пока что отбивается. ВАК пока что защищается. Не позволяет захватчикам и интервентам что-то забрать у них. Я хотел сказать побеждает Жижи, но на самом деле может быть и нет. Потому что продолжаются восстания у Жижи. Бесконечные. Причем это не я делаю. Это специально, ну то есть игра делает. Вот эти парни только образовались и они идут к малым Иванчикам воевать. Куда вы идете? Зачем вы идете туда? Зачем они сюда идут? Подожди. Они идут на свой корабль. Они идут возвращаться сюда, чтобы продолжать устраивать здесь гуляние. То есть единственное, что мешает сейчас Жижи победить по всему миру это их же граждане. которые борются. Борются за справедливость. Возможно Жижи на самом деле отвратительны. Возможно у Жижи на самом деле деспотичный контролер на короле. Потому что бесконечные восстания не просто так. Это знак. Это признак. Они захватили это. Они захватили этот остров. Они захватили этот остров и продолжают воевать с Жижей. Малые Иванчики подружились со всеми. Ивак подружились со всеми. Пока что они не хотят воевать. Но они могут плавать кстати говоря. Но чем закончится восстание? Чем закончится это? И у Жижи похоже не хватает сил или навыков для того чтобы разобраться с этим мгновенно. Я очень надеюсь что эти парни продолжат союз. Я надеюсь что они продолжат воевать. здесь встречаются. Здесь встречаются прямо на ферме. Прямо между сенокосов. Они атакуют. Они захватывают столицу Жижи. Кто кого победит. Потому что сейчас прямо такая напряженная война на этой территории происходит. И у клана не хватает сил чтобы дожать. Не хватает чуточку чтобы дожать. Кулак есть. Сила есть. Вера в свою правоту есть. Но не хватает просто чуточки. Но они по крайней мере не погибают. О нет. Mother of God. Посмотри на эту армию. Она вернулась в данный момент с войны с Вакхом. Она вернулась с битвы с Вакхом. И идет сюда. Устраиваем вам войну ребята. Дальше вам нужно воевать еще. Но вот эта вся армия сейчас просто одним победным шагом походу. Все семена свободы у себя в королевстве захватят. Раз поражение и похоже два поражения тоже будет. Здесь выходят рандомные один-два человека. Они пытаются бороться. Они говорят не надо. Чья армия? Подожди. А это все армия Жижи. К сожалению нет. Это я сделал. Ребята которые были здесь отсюда перенеслись сюда. И теперь они здесь строятся. Корабль поплыл. Опять корабль поплыл. Старая добрая тактика которую мы видели с тобой слишком часто. они не отпускают. Они не отпускают. Малые Иванчики пошли помогать. Малые Иванчики стоп кто это? ВАК пошел помогать. ВАК пошел помогать этим ребятам. И у них получилось. И они напали на малых Иванчиков. ВАК напал на малых Иванчиков в то время как у них в самих королевстве происходит пиздец. Зато малые Иванчики под шумок забрали эту территорию. Малые Иванчики отбились. Продолжаем военные действия. Ребята не веселимся не настраиваемся на доброту. Ой жизнь пришла покончить с малыми Иванчиками. Пришла покончить с ними наконец. Но кстати говоря здесь не тут то было. Посмотри сколько ВАК посмотри сколько ВАК они пришли наконец-то они вернули свою территорию и они пришли к столице Жижи для того чтобы здесь сейчас устроить погоняние разбирание кидание камней и обидные слова кричать в сторону своих противников ТОР организовался здесь от не я сделал от Жижи отсоединился одновременно государство и в это же время ВАК напал с ТОРом не знаю что это за ТОР с чем его едят кто это такой ваш ТОР возможно скандинавский какой-то но Жижа теряет все Жижа теряет все потому что они напали сюда основными войсками основные войска Жижи были здесь и их разбили малые Иванщики не могу в это поверить не могу в это поверить одним шагом одним просто мать его шагом они выгнали Жижу сюда Жижа пропала конец Жижи и теперь они нападают на малых Иванщиков своими не знаю парочкой бомжей которые здесь идут малые Иванщики со всех районов из каждой избушки вылезает из каждого сена коса вылезает один малый Иванчик чтобы защищать свою родину защищать свою избушку защищать свою деревенечку пока что это получается но получится или надолго потому что здесь бегает уже не бегает и этот не бегает никто не бегает всем врагам сломали ноги и счастливо танцуют на их трупах продолжаем войну не останавливаемся ВАГ победил дипломатически они устроили снова восстание в то же время как они напали и таким образом они захватили непобедимую жижу что получится у восстанцев я не знаю но войска идут сюда вот эта регулярная армия идет разбираться с Тором они говорят ты шо там мне сказал ну кстати Торов тоже довольно много они захватывают эту точку они идут там по щам давать по щам давать не удается но они захватывают эту точку от Тора осталась всего лишь маленькая лилипусечка ну и все собственно Тор погибает судя по всему ВАГ одним гениальным дипломатическим ходом уничтожает жижу остаются только малые ванчики не но я считаю что это все я считаю что это просто дело маленького времени потому что ВАГ показал для меня такое ладно ну что родной я надеюсь тебе понравилось я надеюсь тебе зашло такой длинный видос вышел но по-моему столько поворотов не было ни в одной я думаю серии подписывайся на канал оставляйте комментарии в этой серии победил ВАГ при помощи дипломатических ходов при помощи стойкости духа и конечно же при помощи правильных союзов пока на этом все всем пока до скорого удачи и при помощи